Что касается ситуации с Татфонбанком, то на настоящий момент можно говорить, что население эту ситуацию переварило, и в большинстве своем люди об этой ситуации практически не вспоминают. Но если брать выборку, эта ситуация распространялась на все-таки небольшое количество людей относительно населения всего Татарстана, и поэтому эта иллюзия о том, что в этом банке и в других банках, которые потерпели весной экономический крах, большинство жителей республики хранили свои сбережения. Такого не было, и, соответственно, на всех это сказаться не могло. Поэтому мы увидим, это, безусловно, сказалось на общественном мнении, но вы увидите, что основные тенденции, они как были в апреле, мы такие же тенденции видим и сейчас. Главная установка – это настрой большинства населения на позитив, связанный прежде всего со своим личным социально-экономическим положением. Ну а в целом по стране ситуация тоже достаточно известная. Из кризиса мы вышли, об этом свидетельствуют данные большинства экономистов, но предполагаемый и рекламируемый некоторым, наверное, на федеральном средстве массовой информации масштабный такой подъем экономики, он не состоялся, и граждане вынуждены с этим мириться. С другой стороны, мы это фиксируем, произошла определенная адаптация граждан именно к тем условиям, которые созданы государством, его экономической политикой и, соответственно, теми объективными вещами, которые уже не зависят от Российской Федерации. Вот поскольку мы знаем, что мы находимся в условиях санкций, мы находимся под достаточно жестким прессингом, в том числе и негативная информация поступает, касающаяся России, например, от Олимпиады и так далее. Поэтому мы должны говорить о том, что повестка дня составляет не только эти негативные явления, но и ряд позитивных моментов. И позитивность я вижу прежде всего в том, что население постулирует стабильность, люди привыкли к этой ситуации и, соответственно, в ней продолжают жить и функционируют достаточно успешно. Продолжение следует...